Если вы любите не только красивые, но и неприхотливые цветы, это видео будет вам интересным. Сегодня я расскажу о растениях, которые удивляют не только своим высокодекоративным видом и ярким цветением, но и простотой выращиваний. Первый многолетник относится к семейству пионовые. В народе его называют воронок, воронец или лазаревый цветок. Ботаническое название пион тонколистный. Это невероятно нежное на вид растение с эффектной ярко-зеленой ажурной листвой и огненно-красными цветами. Хотя краска цветов есть и другая. В природной среде произрастает в степях и встречается на юге России. Растение занесено в Красную книгу, но в садоводстве тонколистный пион уже давно оценили за его необычную красоту и яркие ароматные цветы, а также простоту в уходе. Если другие крупноцветковые пионы мы ценим за их роскошное цветение, то этот вид радует еще и невероятно декоративной листвой. Одна только пушистая зелень пиона тонколистного уже способна украсить цветник. Листья изумрудного цвета, тонкие и удлиненные, чем-то похожи на хвою. В лучах солнца эффектно переливаются. Кусты объемные, высотой около 30-50 см. Как только весеннее солнце начинает прогревать почву, из земли пробиваются нежные молодые побеги. Они отрастают довольно активно и вступают в цветение со многими весенними луковичными цветами. Вид изумрудной игольчатой зелени с россыпью красных бутонов, из которых со временем раскрываются алые или бордовые цветы, действительно впечатляет. Есть тонколистные пионы с желтой и светло-розовой окраской. Дополнительную яркость растению придают желтые тычинки по центру цветов. Но, пожалуй, самым большим спросом у садоводов пользуется пион тонколистный махровый. Наиболее популярные сорта – розея и руброплена. Их кусты могут достигать высоты 50-60 см. Окраска цветов ярко-рубиново-красная. Лепестки словно из дорогого атласа, эффектно отблескивают в лучах солнца. Диаметр цветов до 15 см. Шаровидные, густо набитые лепестками соцветия похожи на большие помпоны. Очень выгодно смотрятся на фоне ажурной яркой зелени. Аромат цветущего тонколистного пиона имеет несравнимые ни с чем нежные благородные нотки. Роскошное цветение махровых пионов длится более двух недель. После растение украшает их декоративная блестящая листва, которая надолго остается зеленой. Прелесть этих пионов в их компактности. Вам не понадобится постоянно подвязывать побеги, как у многих высокорослых пионов. Цветы также распускаются раньше, чем у травянистого вида. Пион тонколистный, сухостойкий и выносливый к морозам. Редко поражается болезнями и вредителями. Его зимостойкость до минус 40 градусов. Этот вид пиона имеет склонность к разрастанию вширь за счет своих прикорневых почек и побегов. Спящие почки имеются как на самих клубеньках, так и на нижней части стеблей. Поэтому с размножением тонколистного пиона у вас не будет проблем. Кусты с возрастом легко поделить. Выкопанные деленки рассаживают заранее подготовленные лунки с дренажным слоем. Засыпают хорошо перегнившим компостом или удобренной рыхлой садовой землей с добавлением древесной золы. Потом обильно поливают. Стоит отметить, что тонколистный пион наращивает свои габариты не так активно, как многие от него ожидают. Чтобы вырос пышный объемный куст, должно пройти не менее 4-5 лет. По окончанию цветения завязываются семенные коробочки. Семена можно использовать для посева. Хотя проще всего размножить пион осенью способом деления. Для этого подходят кусты старше 5 лет. Для посадки этого многолетника лучше выбирать солнечные участки с нейтральной или слабощелочной почвой. Также стоит учесть, что этот вид пиона не любит часто перевлажнение грунта. В основном же он крайне простой в уходе. А его необычный вид зелени и ярких цветов станет украшением любого сада. Это растение является еще и лечебным. На основе пиона выпускают разные препараты. Возможно, это частично и повлияло на исчезновение данного вида и внесение его в Красную книгу. Еще один неприхотливый и многим знакомый цветок для ярких клумб и цветников в природном стиле – это циния. Но сегодня я не стану рассказывать про обычные старинные сорта. В последнее время садоводы все чаще стали интересоваться современными сортами, которые отличаются своей компактностью и подходят для самых разных мест в саду. Особенно они хороши на переднем плане, так как имеют невысокий рост. Речь идет про так называемые бордюрные цинии. Огромной популярностью пользуются гибриды американской селекции от компании Pan American Seed. Это потрясающе яркая серия бордюрных цветов серии Zahara. Растения отрастают на высоту не более 25-40 см. Кусты округлые, компактные и крепкие, с довольно крупными цветами. Их диаметр составляет около 8 см. Расцветки яркие, насыщенные и остаются привлекательными даже в 40-градусную жару и солнечную погоду. Кроме всего, эти цинии имеют высокий иммунитет к грибковым инфекциям. Они также выдерживают кратковременную засуху, способны расти на открытых солнечных клумбах и небольшом притенении. Цинии этой серии идеальны для составления разных цветочных композиций, декорирования переднего плана цветников, микс-бордеров и создания цветущих бордюров. Этими стойкими гибридами можно украсить самые разные участки в саду на долгие месяцы. Красочное и обильное цветение длится с середины июня до морозов. В этой серии есть растения как с простыми, так и с махровыми цветами. Бордежными циниями можно украсить не только сад, но и придомовую зону, балкон и уличный кашпо. В южных регионах неприхотливые цинии выращивают прямым посевом в открытый грунт. Рассаду семена высевают в конце марта-апреля. Всходы пробиваются уже на 5-10 день. Очень важно в этот период не допускать переувлажнения почвы. Эти цветы любят свет и тепло, поэтому в сад их пересаживают только с устойчивым потеплением, когда закончится период возвратных весенних заморозков. Высаживать лучше на солнце. Расстояние между кустиками выдерживает 20-30 см. Благодаря неприхотливости, долгому периоду цветения и разнообразной насыщенной палитре цветов, Этими американскими гибридами вы легко украсите свою территорию почти на все лето и осень. А в заключение я хочу познакомить вас с еще одним очень необычным и совершенно не капризным многолетником под загадочным названием кровохлебка. А конкретно с ее декоративным сортом Lilac Squirrel, название которого переводится как сиреневая белка. Необыкновенные на вид удлиненные пушистые соцветия этой кровохлебки сильно отличаются от других ее родственниц с более скромным цветением. Они скорее похожи на лиловые мохнатые хвостики длиной до 15 см. Необычные паникающие пушистые колоски очень украшают растения и эффектно покачиваются при каждом дуновении ветра. Кровохлебка крайне неприхотливая. Растет на солнце и в притенении. Цветение длится в июне-августе или с июля по сентябрь. Это растение может играть роль отдельно растущего солитера и яркого фона для более низких культур. Высота пышных кустов составляет 40-90 см. Данный многолетник имеет высокий иммунитет к болезням и выносливость к морозам. Всемостойкость сорта Lilac Squirrel составляет около минус 29 градусов. Растение хорошо выносит жару и тень. Даже при минимальном уходе кустики этой кровохлебки хорошо нарастают и будут украшать ваш сад своим необычным видом долгие месяцы. Как впрочем и все ранее перечисленные растения. С их помощью вы легко разнообразите цветники и удивите своих гостей и соседей. Поделитесь и вы своим мнением по этим цветам. Какие еще неприхотливые и интересные растения вы можете посоветовать. Не забывайте подписываться на наш канал. С нами вы узнаете о самых разных, редких и красивых культурах для сада и домашнего содержания. Если это видео было вам интересным, не забудьте пожалуйста поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал!